Лосось Вас иногда поражает то, что вы видите в природе? Например, меня вдохновляет жизненный цикл лосося. После нескольких лет в огромных океанах, лосось поднимается вверх по реке, пока не достигает точки своего рождения. Многие вещи зависят от времени их возвращения. Голодные медведи, котики и орлы с нетерпением ждут ежегодного лососевого пира. Лосось, который попадает им в рот, не считает этот день таким уж прекрасным. Но как выжившим лососем удается найти ту самую реку или ручей, в котором они родились? Иногда мы наблюдаем за феноменами, которые заставляют нас остановиться. Есть тропическая рыба, которая мечет икру в самый высокий прилив года, на протяжении одного часа. И именно в этот момент приплывают огромные скаты, которые питаются ими. Откуда они знают, когда прийти? Когда мы наблюдаем за точным повторением этих событий, за связями между видами и комплексностью экосистем, мы видим замысел и красоту творения, а также Божью суверенную руку во Вселенной. Мы поклоняемся, и у нас возникает вопрос. Может ли Бог направлять события нашей жизни? Ждете ли вы сегодня чего-то? Доверяете ли вы Богу, чтобы Он действовал в свое время? В нашем фрагменте священник Захария жаждет двух вещей. Во-первых, рождение сына. А во-вторых, пришествие Мессии. Сын представляет для него и его жены наследство. А Мессия представляет исполнение Божьих обетований. На самом деле, все иудеи жаждут пришествия Мессии. Они ждут духовного пробуждения, пришествия Царства Божьего. Захарию и Елизавету называют праведными и непорочными. Иными словами, они были хорошими, верными, благочестивыми людьми. Но есть одна вещь, которая разочаровывает. Несмотря на свою цену, они не получили сына. Они непорочны перед Богом, но неблагословенны. Во всяком случае, так кажется. Мы ощущаем напряжение. У них есть Божье одобрение, но их жизни отмечены обратным. Отсутствие детей считалось в иудаизме позором. И без чудодейственного вмешательства Бога, их ситуация была безнадежной. В переводе короля Иакова сказано, что они были преклонных лет. Мы бы сказали, что они не были способны родить. Иногда мы думаем, должны ли мы сделать что-то, чтобы Божьи обетования исполнились в нашей жизни. Мы стараемся быть верными, но разочаровываемся из-за невозможности иметь детей. Или из-за того, что наши дети не хотят строить отношения с Богом. Или из-за болезни. Или из-за того, что наш брак не такой, как мы ожидали. Мы разочаровываемся из-за финансовых проблем и так далее. Каким должен быть наш взгляд, если жизнь не такая, как мы ожидали ее увидеть? В случае Захарии и Елизаветы проблема была в неповиновении. Они молились о сыне, но Елизавета была бесплодна и стара. Многие бы посчитали это проклятием, но было ли это оно? Была ли это сцена их истории? Что было не так? Ничего. Бог готовился сделать нечто особенное. Бесплодность Елизаветы была частью плана Божьего. Это был вопрос Божьего времени. Мы так зацикливаемся на нашей жизни, что больше не видим большой истории? Нечто случилось во времена Ирода. Кто такой Ирод? Ирод был еврейским царем, который управлял Израилем для римлян. Он был верным другом императора Августа. В Израиле он был известен своей тиранией. Ирод правил жестко, а иногда и безжалостно. Он облагал иудеев серьезными налогами. Он строил дворцы и крепости на деньги людей. Он построил Иерусалимский храм, а также множество языческих храмов. Религия служила его цели. Он использовал храм и священников ради своей выгоды. Под конец жизни Ирод начал страдать от паранойи. Он убил свою любимую жену, нескольких сыновей и родственников. Он пытался уничтожить всех, кто мог угрожать ему. Даже на смертном одре он приказывает убить одного из своих сыновей. Он называет себя царем Иродом, Иродом Первым, Великим. Он сосредоточен на себе и хочет быть лучшим любой ценой. И именно под конец его правления, где-то в четвертом году нашей эры, происходит что-то, что кажется незначительным для мировой истории. Захарию выбирают, чтобы служить у жертвенника курений. Он был одним из 18 тысяч священников, которые служили в храме. Они были в Иерусалиме на Пасху, Пятидесятницу и Кущи. Но остальную часть года они были разделены на 24 группы. Каждая группа служила в храме две недели. Лишь раз в жизни такой священник, как Захария, мог получить особую честь — вознести курение в храме перед прошением жертвы. В этом году ему выпала честь принести курение перед вечерней жертвой. Было около 3.30 вечера. Толпы собрались, чтобы помолиться за Израиль. И когда они молились, курения поднимались с жертвенника. Они символизировали их молитвы Богу. И именно в этот момент, когда Захария служил, а люди молились, в этот лучший момент его карьеры, Бог обратился к нему. В этот момент общей молитвы Бог являет себя ему. Бог действует в свое суверенное время. Бог знает великую историю, которую он пишет с начала времен. Сцена для его ответа часто возникает в неожиданный момент, в неожиданном месте. Когда Захария видит Гавриила у жертвенника, то пугается. Он не готов к этому. Удивляли ли вас сцены из вашей жизни? Где-то месяц назад, 4 ноября, у нашей старшей дочери начались роды. Она рожала своего первого ребенка в Торонто. Вся наша семья ожидала новостей. Мы молились. И где-то в 3.30 по Ванкуверу все затихли. У нее начались сильные схватки. Никаких звонков, СМС или сообщений. Что происходило в Торонто? Где-то в 5.30 под Ванкувером появилась удивительная радуга. Мы ободряли друг друга сообщениями с радугой. Бог верен. Он хранит свои обещания, свое слово. Через несколько минут мы получили прекрасные новости о рождении внука. Мы спросили, как его звали? Нуа Джеймс. Конечно, Нуа или Ной. Это был ответ на молитву. Его рождение, радуга и имя навсегда останутся в моей памяти. Бог делает все в свое совершенное время. И мы должны помнить об этом. Мы не считаем, что радуга над Ванкувером была только для нашей семьи. Я уверен, что Бог обращался через это ко многим людям. Но Он обратился к нам особенным образом. И мы должны были обратить внимание на эту сцену. Точно так же вы должны обращать внимание, когда Бог обращается к вам. Давайте вернемся к истории Захарии. Бог услышал его молитвы. Он услышал молитвы толпы, которая собралась в храме для вечерних молитв. Он услышал молитвы за народ, а также услышал молитву Захарии о сыне. Уверен, он молился сотни раз. И Бог ответил, послал ангела с хорошей новостью. Бог показывает своим слугам свою историю. В этом цикле мы увидим, как Бог показывает людям историю пришествия его сына на землю. Захария, пожилой религиозный лидер, молился в храме. Мария, молодая девушка, которая была обучена, и жила в маленьком городке вдали от религиозного центра. Но Бог обратился к ним. Это встревожило и даже напугало их. Пастухи были на полях возле Вифлеема. Они просто следили за овцами, как это делали на протяжении тысячи лет. Когда Бог обратился к ним, они были поражены тем, что нашли. Симеон и Анна были в храме. Они ждали своего Мессию. Вы заметили, что Бог обращается к пожилым и молодым, мужчинам и женщинам, религиозным и не особо. Эта разношерстная группа узнает об истории, которые пишет Бог, и по-разному реагирует на нее. В итоге это меняет их жизни. Как Бог обратится ко мне и к вам на это Рождество? Готовы ли мы измениться благодаря Ему? Ну, Слово Божье содержит в себе силу, чтобы изменить наш взгляд на Бога и на себя, а также наше понимание того момента, в котором мы живем. Мы живем во времена природных катастроф, потопов, пожаров, пандемий и морального упадка. Мы живем в трудные времена. Многие истощены и циничны. Некоторые впадают в отчаяние. Как никогда мы должны услышать Божье Слово. Оно даст нам понимание, наполнит наши жизни смыслом и надеждой. Мы должны помнить, что то, что мы видим сегодня, — это сцена, а не вся история. В случае Захарии и Елизаветы, они получат сына. Их разочарование сменится радостью. То, что Бог сделает для Захарии и Елизаветы, станет благословением для иудеев. Их ребенок проходит путь для благословения всего мира. Захария и Елизавета должны назвать своего сына Иоанном. Когда Бог дает имя ребенку, это означает нечто особенное. Бог избрал Иоанна, чтобы он служил ему. Он наполнился Духом Святым от утробы матери. А затем ангел говорит нечто шокирующее в Луки 1, 16 и 17. «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предидет перед ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образом мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Захария был в шоке. Что? Ангел говорит о его двух главных желаниях – рождении сына и пришествии Мессии. Неужели все это правда? «Четыреста лет в Израиле не было пророческого голоса». Послушайте слова из последней главы Ветхого Завета, которые Господь дал пророку Малахии. Малахии 4, 5 и 4, 6. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Захария хорошо знала этот фрагмент. За четыреста лет не было ни одного пророка Божьего, ни одного откровения от Бога. А теперь ангел говорит, что Иоанн, его сын, станет великим пророком Господа, который наполнится Духом Святым и обратит многих к Господу Богу и пойдет перед Господом в силе и духе Илии. Вы можете представить себе одновременную радость из-за мешательства Захарии. Тот Дух, который действовал в Илии, теперь будет в Моем сыне, в Малахии Илии, предстает перед Моисеем, как представитель целой династии пророков Ветхого Завета, говорящих о пришествии Мессии. Теперь ангел говорит Захарии, что Бог использует его сына, чтобы подготовить народ для Господа. Он подготовит путь Мессии. Бог движется. Спасение близко. Это не просто история Захарии, Елизаветы или Иоанна. Это история Бога. Иоанн призовет людей к покаянию и обращению к Божьим путям. Многие вернутся к Господу. Иоанн встретит Иисуса. Как сказано в Луки 1,41, он встретит Иисуса еще до его рождения. Когда к Елизавете приходит Мария, беременная Иисусом, ее плод начинает играть в утробе. Еще до рождения Иоанн свидетельствовал об Иисусе. Служение Иоанна будет Божьим сигналом о вмешательстве в историю. И когда родится Мессия Иисус, будет остаток. Группа людей, которых Бог приблизил к себе ради своих целей. Как на это отреагировал Захария? Слова Гавриила касались ключевых надежд и желаний Захарии, а также всех иудеев. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Послание Гавриила сбивает с толку Захарию. В нем просыпается неверие, потому что он и его жена уже стары. Он сомневается и спрашивает, откуда мне знать, и просит знамения. Интересно, что мы можем верно служить Богу, но проявлять неверие в разных моментах. Мы можем соблюдать свои религиозные обязанности и при этом сомневаться. И что делает Бог? Бог милостиво обращается с нашим неверием. Как Бог отреагировал на неверие Захарии? Во-первых, ангел Гавриил говорит, что он находится в присутствии Божьем, имеет прямо доступ к Богу и был послан самим Богом с этим посланием, радостной вестью. Во-вторых, знамение станет проявлением дисциплинарного наказания, но также и милости. В знамении Захария будет глухим и немым определенное время. Он не будет говорить и не будет слышать, пока не исполнятся слова, сказанные Гавриилом, откуда мы знаем, что он не только онемел, но и оглох. В 62-м стихе люди общаются с Захарией с помощью жестов. Захария будет глух и нем определенное время. Но слово по Божьей благодати все равно исполнится в то время, которое ему назначил Бог. Послание Захарии и окружающим гласит, что Бог все держит под контролем, держит свое слово и исполняет обещания, а наказание призвано помочь ему научиться доверять Божьим посланиям. Явление ангела задерживает Захарию в святом месте. Толпы ждут, думая, что случилось. Согласно обычаю, священник должен провозгласить над ними благословение Аарона «Из чисел, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лица свое на тебя и даст тебе мир». Захария выходит из святого места, пытаясь объяснить жестами то, что он видел и слышал. Он не может провозгласить благословение над народом, но народ понимает, что он получил видение благословения. Когда заканчивается его время служения в храме, Захария возвращается домой. После этого Елизавета беременеет. Она понимает, что это Божье призвание для нее и ее ребенка. Возможно, она размышляет над тем, как изменилась ее сцена. Она поклоняется Богу, потому что Бог проявил сострадание к ней. Он убрал ее стыд и боль. Великая история спасения, которую писал Бог, он видел личные нужды Елизаветы и Захарии, слышал их молитвы и ответил на них. Бог всегда исполняет свои обещания вовремя. Писание говорит, что иногда Бог отвечает на просьбы мгновенно. Иногда ответы задерживаются и приходят в другое время. А иногда Он отказывает в ответе, давая лучший путь. Бог всегда реагирует на наши просьбы, и часто Его ответы выходят за границы человека. Его ответы на наши молитвы связаны с великой историей, которую Он пишет. Это сцены в Его истории. О чем мы молимся? Видим ли мы себя в той великой истории, которую Он пишет? Можем ли мы дождаться Божьего времени? Доверяем ли мы Ему? Через девять месяцев Елизавета рождает сына. Соседи и родственники празднуют с ней. Как принято на восьмой день, они собираются вместе, чтобы принести ребенка на обрезание. Это знак Божьей верности Израилю. Это момент, чтобы вспомнить путь веры, чтобы поверить в Божье Слово. И все это начинается с Авраама. В этот же момент ребенку дают имя. Все ожидают, что его назовут Захарием. Все уверены, что его назовут в честь отца или дедушки. Таков был обычай. Но в 60-м стихе мы читаем. На этом мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы Сим именем». Мы знаем, как все работает. Второе имя моего старшего брата, Эйб, в честь моего отца, Эйбрама. Второе имя моего второго брата, Джон, в честь моего дедушки. Второе имя моего первого внука, Самуэль, в честь его прадедушки. Второе имя моего второго внука, Джеймс, в честь его прадедушки. Легко понять, как детям дают имена согласно традиции. О чем думала Елизавета? Ни одного их родственника не звали Иоанном. Они обратились к Захарии, который не слышал странного ответа Елизаветы. Не забывайте, что он все еще был глух и нем. Что он пишет? Захария попросил дать iPad. Точнее, деревянный планшет, который покрыт воском. Захарии не нужно было гадать. Он уже знал, как его назвать и написать. Его зовут Иоанн. Все они были в шоке. Что тут происходит? И сразу же уста Захарии открываются, и он начинает проявлять Бога. Он рад, что может говорить. Если бы он был как моей дочери, то из его рта вылился бы трехчасовой монолог. Он рассказывал бы обо всем, что пережил за последние девять месяцев. Захарии хватило лишь 200 слов. В конце Луки 1 Захария, наполненный Духом Святым, провозглашает пророческую песнь. Это 200 пророческих слов о служении его сына Иоанна, который приготовит путь. В молчании Захария наблюдал за исполнением обетования в утробе Елизаветы. Он уже боялся Бога, когда ему явился Гавриил. Но теперь он научился доверять Богу. Он с радостью благословляет Бога, потому что время исполнения слова настало. Божьи ответы пробуждают радость. Они пробуждают радость. Окружение Захарии и Елизаветы было не только удивлено, но и бурно отреагировало на новость. Бог работает, и они ощущают это. Происходит нечто непривычное. У них возникает вопрос, кем же станет этот ребенок? Они наблюдают. В завершении пророческая песня Захарии переходит на Иисуса. 78 стих, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Имя Иоанн означает «Бог проявил благосклонность» или «Бог милостив». Как позже напишет Павел в Галатам 4.4, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Иисус родится во время, определенное Богом. Жизнь Иоанна — это сцена в великой истории спасения, которую пишет Бог. Он указывает на Иисуса. Ветхий Завет заканчивается такими словами. Вот последний стих Ветхого Завета. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Это говорится об Иоанне. «Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Проклятие. Ветхий Завет заканчивается проклятием. А как называется Новый Завет? Мы открываем Откровение 22.21. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Аминь. Между последним стихом Ветхого Завета и последним стихом Нового Завета приходит Иисус. Сейчас мы живем под благодатью Божьей. Иисус пришел, открыв нам сердце Отца. Мы видим Божье сердце в отношении Захарии и Елизаветы. У Бога есть личный интерес в них. И точно так же у Него есть личный интерес в нас. Он послал Своего Сына ради нашего спасения. И я хочу, чтобы мы видели то, что Бог делает на это Рождество. Аминь. И я хочу помолиться. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты работаешь в нашей жизни. Иногда мы не видим этого. Мы не видим, как Ты работаешь в нашей жизни. Мы сомневаемся. У нас возникает неверие. Господи, помоги нам в неверии. Дай нам веру. Помоги нам видеть, что Ты делаешь. Помоги нам понимать Твои пути. Господи, наполни нас верой, чтобы мы возрастали в доверии Тебе в это время. Отче, я молюсь за наших зрителей. Господи, пусть они ощутят Твое присутствие. Отдадут Тебе свои жизни в этот момент, в этой сцене, в которой они живут. Пусть они доверят Тебе не только эту сцену, но и всю историю своей жизни, связанную с тем, что Ты делаешь в истории. Мы прославляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.